Сейчас из Испании прямое включение нашей коллеги, журналистки Ярославы Кобы. Ярослава, приветствуем. Привет, друзья, рада вас чуть-чуть бачить. Привет. Ярослава, привет. В качестве исключения мы сейчас вещаем для русскоязычной аудитории. Попрошу тебя на русский язык перейти. В качестве исключения. Потом вне эфира возвращаемся опять к украинскому. Ярослав, если не против, сразу же попросим тебя чуть подробнее рассказать непосредственно о самом задержании, о том, что этому предшествовало, и о том, как дальше развивались события до сегодняшнего дня. Вы понимаете, что я в Испании нахожусь 4 дня. Я об этом говорила. Я могу рассказать только о том, как реагируют испанцы на это задержание. Давай, тоже интересно, конечно. Как происходило задержание Шария, я, конечно, не в курсе, потому что мы в разных регионах. Я написала всем своим коллегам, журналистам испанским, которые находятся рядом с городом Террагона. Это на севере Испании. Я, к сожалению, на юге. Я бы с радостью приехала к нему. И, может быть, если вы меня отправите в командировку, например, я могу съездить. Есть что обсудить, Ярослав. Есть что обсудить. Хорошо. Но скажи, пожалуйста, насколько активно эта тема обсуждается сейчас в Испании? Что говорят испанские СМИ происходящие? Никак не обсуждается, потому что испанским СМИ им вообще плевать на Шария. Единственное, кто здесь это обсуждает и рассказывает всем испанцам, потому что я хорошо владею испанским языком, кто такой Шарий и к чему он приложил руку, да, скажем так, так это я. Я хожу и рассказываю. Вот есть такой блогер, который, собственно, занимался разжиганием ненависти и немножко сбуривал карты. Поэтому я вот хожу, рассказываю. О том, кто такой Шарий, испанцы не знают, им как бы на самом деле плевать. Но я думаю, что чем больше будет моя команда испанских активистов, тем быстрее мы можем прийти к нему домой и серьезно поговорить. Потому что им уже покидали страну. Я расскажу, включи, пожалуйста, камеру или там проблемы. Потому что мне звонят, мне звонят, и вот эти звонки, они перебивают. Извините, сказала людям не звонить в три часа дня и началось. Так вот, поэтому испанцам все равно. Но я вам хочу сказать, что Шария нужно было бы, конечно, отправить не в Испанию. Потому что сидеть в Испании с подпиской, а не выезд, это, знаете, счастье, я вам хочу сказать. Блин, да что же они им все звонят? Тут солнце, море, пляж, поэтому он не сильно страдает. И это его прекрасная супруга. Они сидят, стебутся и кайфуют. Думают, что уйдут от ответственности. Поэтому я как бы за какие-то радикальные решения вопросов, я вообще считаю, что можно поселить в доме Шария женщин с детьми, беженцев. Они заслужили пожить в нормальных условиях. Слав, расскажи в двух словах о том, где Шарий, собственно, проживает. Вот чтобы у зрителя какая-то была картинка. Что это за район, может, ты знаешь, насколько это там дорогая недвижимость вообще. Вот условия проживания несчастного украинского журналиста, который, напомню, по легенде, убежал от политического преследования в Украине. И периодически хвастается всеми возможными брендами, которые он покупает своей жене, себе. Ну и вот, продолжим. Смотрите, проживает он в роскошном пригороде Террагона. Террагона это круче немножко, чем Барселона, потому что Барселона наполнена туристами. И, естественно, все едут посмотреть на Барселону. А Террагона это вот такой красивый исторический город с близлежащими селами, в котором живут богатые русские и украинцы. Я так подозреваю даже, что Шарий живет, собственно, рядом с какими-то российскими политиками, у которых тоже там есть виллы. Ну, вы, наверное, слышали, что когда-то Шарий заявлял, что эту виллу ему подарил лично Путин. Он якобы, типа, он стебался над нашими украинскими журналистами и заявлял, типа, ребята, что мне Путин подарил лично. Не знаю, может быть, в каждой шутке есть доля правды. Может быть, действительно Путин подарил по ценам. По ценам, но та недвижимость, которая у него есть, я думаю, где-то от полтора миллиона долларов. Вот так, друзья, живут те, кто постоянно берет... Ну, непонятно, Слав, это недвижимость ему принадлежала или брал в аренду, он снимал этот дом? Нет, он же сам заявлял, что она ему принадлежит. Вот, и они там живут уже давно, достаточно долгое время, 4 года. Я поспрашивала у своих коллег-журналистов, опять же, из северного региона. Но, да, он там проживает давно. Не знаю, в каком регионе, кстати, Киева, но, возможно, тоже рядом. Это очень роскошный, дорогой регион. Поэтому эта подписка о невыезде, вы же видели, у него в доме такие красивые стекла и сразу море. Я думаю, что он пока покайфует. Надо его побыстрее в Украину возвращать. Да, кстати, тут интересный момент. Согласно поступающей информации, защищать шария в суде будет адвокат Гонсала Боя. Это тот самый адвокат, который представляет интересы Карлеса Пучдимона, известного в Испании, да, политического деятеля, которого обвиняют в подрыве государственной деятельности и в организации Пуча. Тем не менее, это как минимум указывает на то, что далеко не самый бюджетный адвокат, мягко говоря. Да, совершенно верно. Но, опять же, можем пообщаться с этим адвокатом тоже, найти его контакты и поговорить. Просто у меня, на самом деле, все же быстро происходит. У меня не было достаточно времени, чтобы поехать туда и дать вам больше информации. В любом случае, наши продюсеры смотрят также это включение. Так что, Слав, все впереди, кто знает. Может, ты проведешь расследование, которое мы эксклюзивно покажем в эфире Фридема. Спасибо тебе огромное за то, что включилась, рассказала, ну, хотя бы вот то, что на данный момент известно. Ярослава Коба, наша коллега-журналистка прямо из Испании. И параллельно просто по поступающей информации судья Национального суда Испании отпустил блогера Анатолия Шария под подписку о невыезде.